Уже с завтрашнего дня на большинстве автобусных маршрутов Харькова вырастет стоимость проезда. В среднем, говорит в мэрии, на полторы гривны. Чиновники убеждают согласовывать новые тарифы. Им пришлось потому, что иначе большинство перевозчиков вообще бы прекратило свою деятельность. А с новыми ценами, уверяют в муниципалитете, есть надежда, что и низкопольные автобусы вернутся на улицы города. Мы держали сколько могли было вначале. Торговались 50 копеек и гривна. Когда произошел последний скачок, уже торговаться было некуда и не с кем. Потому что, как один из, грубо говоря, среднеизвешено почти по всем предприятиям, стоимость заправки на день сегодня меньше, чем касса маршрутов. Ну, это уже не считая ни запчастей, ни зарплат. Для большинства пассажиров рост тарифов не является неожиданностью, но воспринимают его люди, естественно, без энтузиазма. Для многих ежедневный проезд только одним видом транспорта теперь будет стоить 10 гривен. Немалая сумма для семейного бюджета. Не волнуются пока только льготники, хотя уже с 1 июня и они в большинстве своем будут ездить небесплатно. 29 декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий бесплатный проезд для большинства категорий льготников. Ни на сколько, мне плохо, потому что работы нет. Ни на сколько, но на сколько. 4 рубля достаточно. Я вообще не плачу. Вы не платите. А с 1 июня еще и 7 год? Нет, я если приму. То есть, пока это вас не беспокоит, пока есть льготы? Нет. А вас лично? Вот с завтрашнего дня на полторы на 2 гривны будет дороже стоить? Я тоже по льготе. Тем, кто планирует сэкономить, пересив на трамвае и троллейбусы, также не удастся долго довольствоваться дешевым проездом. Горы Электротранс тоже планируют повышение тарифов. Правда, когда именно и на сколько, в мэрии пока не уточняют. Говорят, что коммунальные предприятия только подали свои расчеты. Что касается метрополитена, то дирекция КП даже расчетов в горы с полком не представляла. Хотя чиновники не исключают, что проезд в подземке также может вырасти. Все зависит от тарифов на электроэнергию. Марина Николаева, Андрей Домовой, Агентство телевидения Новости.